Центр экологических решений Центр экологических решений – это организация, которая объединяет людей, которые, я бы сказал, неравнодушны к окружающей среде, неравнодушны к тому обществу, в котором мы все живем, которые хотят что-то делать лучше, хотят изменять те привычки, которые, наверное, к сожалению, у очень многих людей достаточно отрицательны по отношению к окружающей среде. Одни люди выкинули мусор. А он превратился в мусорного монстра. Но кончилось все хорошо. Монстра взяли и убрали. На запчасти разобрали. Мы стараемся, можно сказать, создавать новые привычки, экологически дружественные. Мы стараемся делать тему охраны окружающей среды и вообще экологически дружественного образа жизни популярной. Наверное, можно сказать, что и модной. По крайней мере, такой темой, которая является совершенно естественной для любого человека в Беларуси. Данная выставка называется «Путешествие на самую большую энергостанцию Беларуси». Посвящена она в первую очередь энергосбережению. Не зря было выбрано нами такое название для данной выставки, потому что мы считаем, что самый большой энергоисточник Беларуси это как раз-таки энергосбережение. Сейчас, наверное, попрошу своего ассистента продемонстрировать, как это работает на практике. ПАКОЛЬКИ БЫЛО ВЕЛЬМЕ ШМАТ ПЫТАНЮ ПАКОЛЬКИ БЫЛО ВЕЛЬМЕ ШМАТ ПЫТАНЮ, КУДЫ, ЧТО, НАПРЫКЛАД, ЗДАЦ, Людзі вельми жыдали доведыцца, то мы вырашили створыць зеленую карту. Гэта таки онлайн-проект. Кожный человек можа зайсті на гэту карту и нават спампаваць на свой мобильный телефон на андроиде. Йон можа зайсти і поглядеть, что он мене навіта жадая выбросить. Вось тут шарах іконок. Пример таможенного союза, технического регламента таможенного союза безопасности упаковок в прошлом году, точнее, в 2011-м годе, когда первая версія этого техрегламента появилась, она содержала запрет на вторичное, по сути, оборотное использование стеклотары из-под алкогольных напитков. Это было сделано, с нашей точки зрения, под влиянием лобби производителя стекла, российского лобби, и с тем, чтобы производители алкогольных напитков закупали только новую стеклотару. Конечно, у наших коллег из России, из экологических организаций Greenpeace, у нас, у коллег из Казахстана, это вызвало очень большое недоумение, поскольку это автоматически приводит к увеличению количества отходов, это автоматически приводит к увеличению использования энергии, и, ну, то есть, это такой неэкологический подход. Здравствуйте! Скажите, а как можно сдать макулатуру и бутылки? То есть, вот мы решили попробовать вот вам тут принести. Приходите, давайте. И все? И все. А за это какие-нибудь деньги полагаются? Конечно. Ага. И как это все происходит? Макулатура 32 килограмма. Ага. А бутылки 250. А взвешивать? Водку все. А, и что, вы сейчас мне не будете взвешивать, да? Конечно. Давайте. Была начата кампания совместно с бизнес-сообществом, и за достаточно короткое время, где-то за полгода, удалось отменить эту норму. Проходили обсуждения в Минске, мы организовывали круглый стол с участием госструктур, бизнеса. И, в общем, очень приятно отметить, что Беларусь выступила против этой нормы в техрегламенте, и, по сути, она была потом отменена. О, аж на полторы тысячи рублей у Беларуски. Супер! Это вельми корыстная мапа, потому что тут вельми великий шерох того, что можно сдать. Так само и те же лампы, те же батарейки, электроприборы. Мусор! Это наша работа! Добрый вечер! И вы находитесь в офисе мусорной полиции. Ну что ж, и для начала представимся. У нас нет званий и позывных. Они нам не нужны. Мы выполняем свою работу день ото дня. Возможно, вы нас не замечаете. Но мы среди вас. Добрый день, мусорная полиция. Своим мусором ты нарушил закон, сынок. Боже, мусорная полиция. Извините, я сейчас все уберу и все сделаю как надо. Так, ретроспективно, назад, смотря то, что происходило за последние там 4 года, может быть, тема экологии, тема охраны окружающей среды, она стала чуть более популярной в обществе. Естественно, это не только наша заслуга. Это заслуга вообще всех, всего экологического движения. Заслуга той работы, которую тоже Минприрода, например, проводит. Но я думаю, что наш вклад в этом есть. У нас были достаточно интересные, были и есть проекты, именно связанные с образованием для устойчивого развития, особенно в области энергетики, те же мобильные выставки, которые мы реально видим, какой интерес они вызывают, когда мы приезжаем в какие-то города. Поэтому для меня это естественная часть жизни, то, что мы делаем. Потому что мне кажется, что нормальная жизнь человека в обществе, естественная жизнь, она должна идти не во вред окружающей среде, она должна идти не во вред другим людям, не во вред здоровью. В этом смысле мы стараемся немножко эти ценности, наверное, делать более популярными, более востребованными людьми. Редактор субтитров А.Семкин